здравствуйте друзья вы видите поверженное апельсиновое дерево которое стояло у нас на стройке на бэк-ярде и вы знаете действительно это оно твердое такое светит я не знаю как его почистить она попробует это такое ощущение что вот он месяц где-то лежал там без влаги так вот пожалуйста нас женя почистил пахнет очень хорошо я чувствую запах от него а поскольку году у него гербицидное оно чистое гербицидное но сама сама по себе апельсиновая корка до на его основе делает один из препаратов для чистки не 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 оранж так и называется оранж концентрату оранжи это все светочка давай изобрази как ты будешь это есть я это это только друзья строители могут почистить такой апельсин отломи мне дольку это психологически так друзья мы за 15 долларов купим если что дерево и новое апельсин не апельсин нет если мы захотим апельсиновое дерево вы купим дерево стоит 15 бак через два года получше уже она кислая друзья но с изюминкой друзья это кислое с изюминкой оно кислое как лимон поэтому приятно кушать да вы на как бы сейчас по-русски называется дичка дичка да подичала подичала отвечал дичок да нет нам зрители говорили не рубите дерево нет они не понимают но они видят что дерево а если бы они попробовали это есть мертвые ты видишь у меня сока нет никакого у нас сухо как старый такой масластый мужик света зачем ты про мужиков я не понимаю что ты такой у меня бабушка ты знаешь она любила вот так стояла чистила картошку на это советская картошка она ее чистит под краном и там вырезает 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 и приговаривает у него была такая присказка она все приговаривает вот так и человек смотришь на него год крупный крупный мужчина горит вид у него все это внутри гнилой мы первым делом смотрим на вот этот элемент фронт ярда он хорошо сделан вы знаете так хорошо и решеточка и камушек и аккуратненько уложена и вот очень очень прилично это ребята которые нам делали эту же самую работу еще на паре объектов мексиканцы очень такие матерые хорошие очень классно все сделали вот так выглядят заборы вы друзья все время критикуете что заборы в америке не красят но в калифорнии не особо красят вот так выглядит забор когда вы только поставили вот и он по слову красивый но не знаю не принято красить вот вы видите вот целая улица ни у кого ничего не покрашена уже завершающие такие штришочки совсем совсем завершающие вот еще буквально там неделя и мы наверное его будем активно сдавать то есть мы объявление о сдаче и сейчас повесили вот я вижу приподняли вот эту вот но можно сказать люстру вот этот свет а то он здесь вот весел не очень хорошо бы вы видите скайлайты вот уже так место более-менее давайте я пойду на ту сторону и отсюда буду снимать вот так здесь будет много чего происходить вся жизнь этого дома будет вот в этом пространстве диванчики телевизор там место для покушать вот так а здесь смотрите-ка вот у нас уже работа началась во дворе значит дерево нету больше то что мы принимали за лимон оказалось апельсином его больше нету и вот там будет такая грядка ведь там идет работа вдоль забора там будет такая грядка можно будет посадить что-нибудь чтобы землю не вывозить а вот прям на месте утилизовать вот такой дизайн вот а вот эта белая труба которая здесь стоит это водосток вот это все хозяйство пойдет в городскую систему и вот тут вот и и вот это тоже белая труба стоит это все вот такое такое хозяйство так это кондиционер да я не буду туда выходить чтобы грязь потом в дом не таскать вы видите друзья каунтер вот этот и тут и вот там это искусственный материал но надо сказать что не только естественный природный материал типа прям гранита или там скажем мрамора но и искусственный материал обладает пористостью и соответственно может испачкаться как он пачкается дрянь всякая проникает туда внутрь этих пор поэтому используются всякие материалы для того чтобы защитить это называется силинг как бы запечатать вот видите силы я вам хочу сказать из моего личного опыта что если вы имеете дело например с гранитом или мрамором очень неплохим таким силы рав является просто масло жидкое вот заливаете масло и так его размазывайте даете ему впитаться потом опять потом опять потом опять пока весь этот камень не напитается маслом это совершенно замечательная защита вот как бы из моего предыдущего опыта ну конечно есть профессиональные материалы и так далее которые для этого используются вот здесь как раз сейчас происходит силинг а то есть они покрывают защитным защитным веществом вот и тут тоже такая красота но тоже мы видим каунтер я бы на на месте светланы беспокоился чтобы и здесь тоже силинг сделать мало ли чё тут это может быть и кофе и чай и абсолютно любая жидкость так какая-то прольется и и все да я вам показывал уже эту дверку замечательно раз два очень прикольно это на самом деле вынужденная мера просто здесь ведь как одна дверь и другая дверь просто нет места для дверей поэтому так получилось и еще похожий такой есть у нас элемент в другом месте дверь двери и зайки так вот соединили получился вместо не занимает очень удобно мы снова во дворе и вот так устроены калитки есть веревочка она там поднимает язычок раз вот и мы можем зайти не знаю еще что там будет о вы знаете что тут существенно аккуратнее чем было раньше потому что раньше здесь были набросаны камни и земли которые с фронта забрасывали сейчас их утрамбовали стало намного аккуратней это еще не окончательно то что вы видите но уже уже что-то а